вот прям противнючая короче не надо это пробовать друзья приветствую вас на канале колба челябинск на канале для людей создающих свои традиции сегодня мы будем проверять очередной ингредиент продающимся в магазине колба это тростниковая миласа производства вид нам для того чтобы ее в полной мере проверить протестировать будем делать первый вариант первый вариант это мы берем тростниковую миласу и выливаем ее кстати кисловатый аромат такой первый раз в жизни нюхаю мёс гайка сладость где-то там далеко-далеко но прикольно очень интересный вкус еще захотелось реально горько 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 соленая какая-то вот такие вот необычные восточные сладости горько соленые кислоострые зачем всю эту миласу выливаем в нашу бродильную емкость в которую мы добавили уже половину бутылки воды вот так она выливается прекрасно разбор размешивается вернее как растворяется в холодной воде для кого это важно многие задавали вопросы растворяется ли она холодной воде многие спрашивали густая она или жидкая вы видите консистенцию консистенция для нее нормальная то есть она свежая не простояла несколько лет у нас на складе выбираем всю эту миласу тут даже скорее всего не понадобится кипяток для того чтобы ее там размешать чтобы она вся выливать до консистенция очень похоже кстати на пивные экстракты консервы такая вот сахарная консерва уже все знаете да что тростниковая миласа делается при производстве тростникового сахара это отходы при производстве тростникового сахара вот для того чтобы понять достаточно ли этой банки для получения более менее хорошего результата по спиртуозности естественно мы просто измерим плотность сейчас все это дело хорошо размешаю вылью из этой банки все остатки до чисто и до 20 там двух литров например разбавим водой из ведерок из ведерка вернее все вымыли почему сказал из ведерок потому что она тут вторая емкость еще стоит в которой вылили 2 ведра тоже все с водой все то же самое что в 1 а сейчас начнутся эксперименты эксперименты с плотностью почему потому что все делают по-разному кто-то делает чистую миласу кто-то делает там 50 процентов веса сахара кто-то сто процентов веса сахара добавляет я хочу проверить по плотности что будет с миласой с нашим ведерком ведерко у нас 5 килограммовая и два с половиной килограмма сахара и разбавляем до 25 литров смотрим какая плотность вот у нас отмерено два с половиной килограмма сахара высыпаем его прекрасно и добавляем воду до 25 литров я понял что за запах мы тут размешивали пока стояли думали часа запах знакомый аромат непонятный томатная паста вот реально запах аромат томатной пасты причем не той которая сейчас вот эти краснодарские всякие вот от той вот лет 15 назад томатная паста той может быть даже 20 лет назад томатная паста я бы сказал так 96 97 год где-то 2000 блин это ароматы студенческого прошлого я вспомнил это томатный пасту то есть вьетнамские которые китайская томатная паста вьетнамская мое студенчество прошло на дальнем востоке но думаю что и на урале во всей стране у нас хватало этих азиатских продуктов да и сейчас хватает ну вот он тот аромат именно вот томатная паста на такая темного цвета не знаю туда миласу что и добавляли ну не знаю но аромат именно в томатной пастой у кого еще встречался такой аромат у кого ведь ой может быть не один с такими ароматическими воспоминаниями плохо плохо видно вот сейчас вроде бы вроде бы и все так размешиваем что сахар размешали рубашку запоганили будем измерять плотность что еще остается ух бодренько всплывает как плотность явно больше 20 плотность явно в районе 22 с половиной сейчас это дело успокоится чуть 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 больше чем 22 с половиной возьмем за 22 с половиной и так если плотность 22 с половиной мы кстати не измерили мы не смогли бы измерить начальную плотность без сахара почему потому что по объему непонятно было бы по воде берем плотность пяти килограмм миласы и двух с половиной килограмм сахара равны двадцати двум с половиной единицам на дрожжах который мы будем использовать turbo ром от брагмана написано что максимальная концентрация сахара составляет шесть половиной килограмм скобочках или максимум пять целых две десятых килограмм ферментированного ферментируемого сахара при использовании чистой миласы насколько мне известно в миласе чистый ферментирован ферментируемый сахар берется за 50 процентов то есть пять килограмм миласы 50 процентов это сахара таким образом можно предположить что эта пачка дрожжей съест 4 килограмма обычного сахара и 5 килограммов миласы то есть 4 килограмма плюс 2 с половиной килограмма из из наших пяти килограммов миласы 6 половиной килограмм для этого во вторую емкость мы добавим не два с половиной а 4 килограмма сахара в итоге мы все это смешаем в одну бутылку и будем пробовать из одной емкости ну почти из одной утрированно но посмотрим как это дело будет бродить вам будет интересно нам будет новые знания вам будут новые знания все остаются в плюсе сахара нам не жалко поэтому сыпем сахар это вторая емкость в которой была миласа тогда первая емкость 4 килограмма сахара и добавляем воду до 25 литров а тут четкие 23 вот она все стоялось перестал обмотать четкие 23 теперь проверим что с четырьмя килограммами сахара получилось выбираем меняем дислокацию ныряем но я вам скажу что тут больше 25 насколько больше я не знаю потому что видно вот эту цифру 3 когда она всплыла ну соответственно тут плотность как минимум так 25 26 27 где-то 28 примерно я думаю что сейчас мы рефрактометром померяем все это дело и скажем точную плотность надеюсь вы все в курсе про существование такого прибора как рефрактометр рефрактометр прибор который может показать плотность ну по крайней мере эта версия рефрактометра покажет плотность раствора по сахару слева у него в графе брикс значение по бриксу при 20 градусах а справа возможная спиртуозность при полном сбраживании всех сахаров ну вероятность спиртуозность этот рефрактометр мы используем в своих лабораторных тестах показываем его нашим клиентам поэтому у вас он откалиброван калибровать его несложно капаете дистиллированной водой сюда и выставляете тут есть болтик тут сверху под этой защитной крышечкой и выставляете на ноль ну как правило они все ну я еще не видел того прибора который сбит был все они на нуле при этой водичке в комплектации идет пипетка но мне жалко мать поэтому капельку я возьму вот так достаточно одной маленькой капельки потому что крышечка это все дело распределит идеально смотреть на солнечный свет но у нас время больше 21 часа солнечного света к сожалению нет и так плотность у нас показывает так 2529 как я и говорил сейчас попробуем показать вам этом дело на камеру вот вам должно быть видно ну я думаю что все успели ухватить что прибор показывает слева плотность справа возможную спиртуозность и того плотность у нас 29 возможная спиртуозность чё тут 17 с половиной практически 17 с половиной 17 с половиной если это все выбрать и до 17 с половиной это будет нормально спиртуозность нормальной сахарной браги ну я так предполагаю что где-то 2 3 2 3 единицы будут не сброшены надеюсь что у нас всего лишь две три единицы будут не сброшены но есть вполне вероятность что эти дрожжи которые предназначены именно для рома они скорее всего содержат соли для роста дрожжей для их развития и поэтому будем надеяться что они могут сбродить полностью но хотя бы вот эту емкость они сбродят в ноль но есть надежда войти верить добавляем дрожжи тут кстати написано что добавьте содержимое пакетика и размешайте до полного растворения ну как сказано так и делаем размешиваем сказали размешивать значит размешивать я не люблю конечно дрожжи размешивать они должны как это намокнуть и сами начать тонуть но написано размешать размешиваем будем соблюдать инструкции изготовителя а то потом скажут что вы не соблюдали инструкцию поэтому вас ничего не забродило также все говорят в одной емкости мы сделали как написано у производителя другую емкость я трогать не стал смотрите что получилось здесь небольшие комочки ну они абсолютно не критичны на самом деле большинство дрожжей ушло вниз то есть она уже вмонтирована в сусло и там уже зомбаки оживают здесь все покрыто тонким слоем сахары практически как пустыня выглядит подождем немножко подождем а пока ждем обращу ваше внимание что еще написано на пачке дрожжей здесь написано что крепость до 15 процентов таким образом 16 процентов браги спиртуозности можно не ждать и того вероятного как он называется той вероятной спиртуозности браги тоже можно не ожидать дрожжи при 15 процентах спиртуозности должен должны все помереть ну посмотрим что из этого выйдет тут только их нему богу видно сколько они выживут у нас условия для них созданы прекрасные бродить они будут при температуре примерно 23-24 градуса надеюсь что у вас не будет никаких великих заморозков там на все может быть прошло 10 минут дрожжи как плавали так и плавают не тонут поэтому придется действовать по инструкции в очередной раз убеждаю что инструкция написано не зря принудительно мочим эти дрожжи закрываем крышки и ставим гидрозатвор как бы вы не бы не были этому против многие говорят что не нужно ставить гидрозатвор при спиртовом брожении ну то есть когда спиртовые турбодрожи используются мы их ставим не для того чтобы заразить не заразить брагу и так далее только для визуального контроля визуальный контроль очень важен пройдет пять дней она вас неизвестно забродила не забродила кто-то там советуются хорометр в помощь но чего предлагаете каждый день открывать ставится хорометр смотреть прошло брожение не пошло либо открывать принюхиваться или еще что-то вы представляете когда у вас иногда бывает тут по 10 емкости стоят и бродят для того чтобы записывать видео вам показывать и вы предлагаете каждую емкость каждый день приходите проверять да никогда нам этим заниматься гидрозатвор нам все показывает и он никак не ухудшает брожение ставим гидрозатвор и не заморачиваемся раз и два поставили налили туда водички закрыли крышечкой плотно закрыли крышки и убрали бродить и забыли о них на 10 дней а почему на 10 дней а потому что эксперимент на этом еще не закончился у нас есть раз ром с двумя с половинами килограммами сахарами к сахара у нас есть два ром с четырьмя килограммами сахара ну естественно все это намилась у нас есть три ром домашний 3 ром как делается этот ром все строго по инструкции написано первое приготовить карамельный сироп 100 грамм сахара 100 миллилитров воды вот наш сироп вот такой сиропчик получился делали мы его в микроволновке посыпали 100 грамм сахара 100 миллилитров воды поставили на 450 ватт мощности три минуты потом еще три минуты потом немножко постоял и поставили еще на три минуты и того ну 9 минут сразу включать это плохо потому что может закипеть там что-то испортится три раза по три минуты получил получился прекрасный сироп а стиле и теперь берем литр нашего самогона дистиллята кто-ка хочет то так и называет литр 45 градусного дистиллята берем наш сахар кстати чтобы он хорошо вылился я сделаю так разбавлю его и размешаю ложечкой ложечки не нашлось нашла вилочка доширака вилочка размешиваем пластик же пищевой ничего страшного быть не должно не раствориться сейчас наверно в дистилляте в нашем размешали переливаем в емкость где будет проходить настаивание вот сейчас у нас в этой емкости литр 45 градусного дистиллята сахарный сироп сделаны из стами литров воды и 100 грамм сахара и сюда согласно рецептуре высыпаем всю вот эту пачку открываем высыпаем кстати тут достаточно такие мощные куски травы какой-то состав я даже не читал сейчас почитаем вроде все высыпалось в составе у нас сушеный чернослив где-то должен быть сушеные яблочные веточки с листьями дубовая щепа кедровые орешки трава и цветы цикория сушеные цветы шалфея донник трава тысячелистника вереска зверобой кардамон цветы клевера зубровка сушеные плоды черные бузины короче ром явно ром высыпаем все это дело в емкости на 10 дней в темное место взбалтывая ежедневно 10 дней будет это дело бродить 10 дней будет это дело настаиваться что будет дальше увидите буквально через несколько секунд и совсем забыл вам сказать кстати вот несколько секунд но это я еще тот вакуумная крышка вакс я совсем забыл про нее она у меня приготовлена здесь мы ее будем использовать не для уменьшения срока а для улучшения качества настойки то есть мы либо уменьшаем время и сохраняем то качество которое будет при 10 дней настаивания 10 днях настаивания либо мы получается 20 дней настаиваем но стоит 10 дней так что идем по пути улучшения качества до встречи через несколько секунд 10 дней нам подождать не удалось я думаю что ничего страшного почему потому что вариант с двух с половиной килограмм сахара выбродил за три дня трое суток и брожение остановились полностью вариант с четырьмя килограммами сахарами выбродил до 5 дней и все остановилось и сегодня прошло 9 суток там без одного часа давайте посмотрим на внешний вид что с ними произошло этот вариант у нас выбродил первый два с половиной килограмма вот так это выглядит брожение точно остановилась но аромат я скажу абсолютно нейтральный ничего плохого ничего противного нет прям нейтральный аромат не знаю давайте посмотрим что здесь если вообще какие-то отличия но визуальных отличий точно никаких нет по ароматике вот здесь такое чувство что еще остаточное брожение какое-то идет потому что есть пузырьки поверхностные ну да и углекислый газ немножко ароматика есть это уже остаточное явление измерим плотность первый вариант где было два с половиной килограмма сахара плотность равна пятерочки да там 475 в принципе это достаточно хороший результат ждать что миласа сахарная миласа выбродит до двух единиц либо до нуля это ну достаточно сложно хотя дрожжи были с салями подозревая возможно нужно какие-то дополнительные подкормки чтобы это выбрать его но насколько известно мне вот этот не сбраживаем и сахара они будут давать ароматику смотрим что здесь так запоминаем 475 здесь начальную и конечную плотность сейчас на экране увидеть 475 при двух с половиной килограммах здесь да вот здесь 475 здесь получается 482 с половиной там еще до 4825 да нормально все везде выбродило то есть 4 килограмма сахара можно ложить спокойно теперь для экономии времени оба этих варианта мы сливаем в одну емкость в 50 литровый куб от люкстоля в такой вот такой котелочек так как у нас на этих емкостях не установлены краны с дрожжеволовителями будем переливать через сифон сифон опускаем в емкость и шоферским способом через трубочку начинаем переливать даже ни капли не не глотнул а пока переливается у нас первую емкость начнем фильтровать домашний ром который простоял под вакуумом 9 дней 9 суток ароматика конечно на то что получилось здесь вообще не похоже может быть по результату когда ром у нас постоит с дубом может быть что-то будет похожее но скажу аромат приятный решил я попробовать на вкус что у нас получилось после того как миласа перебродила интересно ароматика обычная ничего там противного нет по вкусу там интересно это блин футболку испачкал это нечто горько соленая противная сладости ноль прям противнючая короче не надо это пробовать сливайте и перегоняйте сразу из двух емкости перелита сусло получилось вот примерно столько в первой емкости дрожжи достаточно плотным осадком легли кстати говоря видите да вот наконечник на сифоне переливном который позволяет дрожжевой осадок не захватывать там остается совсем немного вот во второй емкости можно увидеть сколько осталось сейчас это перельем ручным способом наверно бак сейчас будет полный заодно и проверим крышку люк сталевскую которая выпуклая сейчас как раз вы увидите как дрожжи себя ведут во второй емкости тихонечко спокойненько переливаем без дерганей еще называют еще краевки видишь края вижу а вот и дрожжи поперли вон видно как они комками немножко возьмем все там уже дрожжи пошли но они 2 по 25 перелиты под горлышко по плечике в данной ситуации первую часть милассы мы перевели вернее первый правильный ром на есть уже у нас еще неправильный ром который домашний после фильтрации получилось нечто подобное получилось у нас вот столько вот силах а если можно так назвать которые в дальнейшем не используются из силу этого силуса андрей как золушка буквально перебрал его получилось у нас вот два кусочка чернослива и вот столько щепы которую промыли от того самого силуса сейчас зафигачим обратно многие в интернете почитал я многие говорят нафиг оттуда ковырять щепу будем использовать новую но новой это уже ароматика не то то есть рецепте написано как она отфильтровать и использовать чернослив и щепу повторно что мы и делаем и продолжаем наставить как в рецептуре а по рецепту нужно неделю еще выдержать на той щепе которую мы насыпали вместе с черносливом потом отфильтровать убрать чернослив и на той же самой щепе еще настоять месяц но для продолжения эксперимента по производству нашего рома и страстниковой миласы будем использовать нашу 50 литровую емкость тэн люк сталевский 3 киловаттный и все это дело будем производить на кухне куда и перемещаемся а заодно перемещаемся в завтрашнее утро видео получилось достаточно длинным поэтому делим его на две части первая часть на этом закончена